Командиры, рада вас приветствовать в нашем корабельном кинотеатре на марафоне «Морских легенд» — лучшие серии в честь пятилетия игры World of Warships. Это заключительный эпизод марафона. Уже завтра — наш день рождения. Все бонус-коды из предыдущих эпизодов активны. Не забудьте их забрать. Правила и награды марафона подробно описаны на нашем портале. Ссылка в описании видео. Последний эпизод нашего киномарафона мы посвятим классу, который в будущем присоединится к сражениям в нашей игре. Да, я говорю про подводные лодки. Эти хрупкие и осторожные охотники сыграли важную роль в морских операциях первой половины XX века. Их задачи и тактика отличались от привычного надводного боя, поэтому органично вписать новый класс в игру очень непросто. Совсем недавно прошел подводный бой. Мы благодарим всех за участие и предоставленную обратную связь и продолжаем работу над этим уникальным классом. А сейчас давайте начнем кинопоказ с легендарной немецкой подлодки Ю-995. Приятного просмотра! В своих мемуарах, посвященных Второй мировой войне, Уинстон Черчилль писал, что единственной причиной, заставлявшей его серьезно опасаться, что Великобритания проиграет войну Германии, были немецкие подводные лодки. В небольшом городке Лобё, что на севере Германии, прямо на пляже, находится последняя сохранившаяся субмарина типа 7. Именно эти подводные лодки заставляли волноваться Уинстона Черчилля и были самой серьезной опасностью в Атлантическом океане в начале 40-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok Согласно Версальскому договору, Германии строжайше запрещалось иметь подводные лодки, разрабатывать и строить их. Все это было запрещено. Тем не менее, чтобы сохранить свою школу подводного кораблестроения, а также обобщить и развить опыт прошедшей войны, в 1922 году в Гааге было зарегистрировано судостроительное конструкторское бюро, штатными сотрудниками которого были немецкие инженеры. Эта фирма предлагала многим государствам проекты подводных лодок, разработанные на основе германской субмарины Первой мировой войны УБ-3. Параллельно разрабатывались проекты, как они получили название, мобилизационных подводных лодок. Большая подводная лодка называлась «Первая серия», а вот «Меньшая лодка» малого водоизмещения на 500 тонн — это как раз был будущий проект «Седьмой серии». Предполагалось, что если и когда Германия окажется в состоянии войны, естественно, никакие ограничения Версальского договора действовать уже не будут, и лодки этого типа можно будет очень быстро начать строить в больших количествах. Дальнейшее развитие подлодок «Седьмой серии» и воплощение их в металле стало возможным благодаря морскому соглашению, заключённому в 1935 году между Германией и Великобританией. По этому договору Германия могла иметь флот, общий тоннаж которого не превышал бы третий от тоннажа флота Великобритании. В отношении подводных лодок Германия получила право на равенство с Британией. Главное было то, что эта лодка была очень проста в постройке, в силу конструкции, которая позволяла широко применять сварку. Этих лодок можно было построить огромное количество за сравнительно короткие сроки. Несмотря на то, что в своей конструкции лодки типа «Семь» повторяли идеи времён Первой мировой войны, корабль обладал большим потенциалом к модернизации. Так, сначала появились подтипы «А» и «Б», которые отличались друг от друга лишь в деталях. Общая концепция средней лодки водоизмещением не более 700 тонн оставалась незыблемой. Лодка подводная имеет хорошие сбалансированные характеристики только до определённого размера. Если эта лодка большая, у неё начинаются проблемы с управляемостью под водой, у неё начинаются проблемы с всплытием, погружением, у неё возникают лишние дифференты. Это приводит к тому, что манёвренные качества лодки падают. Читая манёвренные качества не менее важными, чем боевые, конструкторы в модификации «Б» внесли принципиальное улучшение — двойной вертикальный руль. Это позволило значительно сократить диаметр циркуляции и, как следствие, давало определённые тактические преимущества. Когда подлодка «Седьмого типа» пошла в массовое производство, ей было присвоено наименование «Семьце». И в данном случае тоже существовало два подтипа, а именно «Семьце-41» и «Се-42». Тактико-технические характеристики подводной лодки Ю-995. Длина — чуть более 67 метров. Ширина — 6 с небольшим метров. Осадка средняя — 4,7 метра. Водоизмещение подводное — 871 тонна. В этой модификации для размещения оборудования нового гидролокатора корпус лодки увеличили на одну шпацию — это 60 сантиметров. Добавление всего одного шпангоута позволило также увеличить запас топлива на 20 тонн. Правда, отрицательно сказалось на скорости хода. Лодка потеряла примерно полузла подводной скорости. Лодка полуторакорпусная. К прочному корпусу были приварены кормовая и носовая конечности, бортовые були, а также палубная надстройка с ограждением рубки. Максимальный диаметр прочного корпуса — почти 5 метров. Толщина прочного корпуса — от 18,5 до 21,5 миллиметра. Прочный корпус лодки разделён на шесть отсеков. Первый — носовой торпедный отсек. Второй — носовой аккумуляторный отсек с каютами командного состава на палубе. Третий — отсек центрального поста. Над ним располагалась боевая рубка — место командира во время атаки. Центральный пост также являлся отсеком-убежищем. Он ограничен вогнутыми переборками, способными выдерживать давление 10 атмосфер. Такое давление бывает на глубине примерно 100 метров. Четвёртый — жилой отсек с камбузом. В трюме располагалась вторая группа аккумуляторных батарей. Пятый — дизельный отсек. Шестой — кормовой торпедный отсек. Здесь же располагались и два электромотора. Главный балласт принимался в пять цистерн. Две в лёгком корпусе в оконечностях, две в бортовых булях и одна в прочном корпусе под палубой третьего отсека. Три цистерны могли использоваться для хранения топлива. Вооружение. Пять торпедных аппаратов. Калибр 533 мм. Боезапас — 14 торпед. Электроторпеда G7E. Германские подводники называли её «угарь». Примечательно, что она была разработана в 1929 году, но конструкция оказалась настолько удачной, что её в различных модификациях продолжали выпускать вплоть до 1944 года. На последних версиях торпеда была самонаводящаяся и оснащалась системой обогрева внутри торпедного аппарата, что позволяло ей пройти 7,5 километров со скоростью 30 узлов. Артиллерийское вооружение. Изначально на лодке устанавливалось орудие СКС-35 калибром 88 мм, но с изменением характера боевых действий, начиная с 1942 года, на «семёрках» начали усиливать зенитное вооружение. На Ю-995 были установлены пушка Флаг М42Ю калибром 37 мм, два зенитных автомата Флаг 38 калибром 20 мм. Энергетическая установка. Два дизельных двигателя максимальной суммарной мощностью 3200 л.с. Два электродвигателя общей мощностью 750 л.с. Две группы аккумуляторных батарей по 62 элемента в каждой. В этой модификации лодки перекомпоновка энергетической системы сэкономила 11,5 тонн водоизмещения. Это позволило увеличить толщину прочного корпуса, и, как следствие, рабочая глубина погружения увеличилась до 120 метров, а предельная — до 300. Лодка была оборудована системой для работы дизеля под водой — шнорхелем. Максимальная надводная скорость — 17 узлов, подводная — 7,6 узла. Радиус действия — в надводном положении 8500 миль 10-узловым ходом, в подводном положении — 80 миль при скорости 4 узла. Автономность плавания — 40 суток. В угоду боевым качествам корабля жертвовали буквально всем. Одну койку делили на двоих, а некоторые ухитрялись спать на торпедах. Всё свободное пространство было занято провизией, и даже одним из двух гальюнов экипаж первую неделю похода не пользовался, потому что он был доверху забит продуктами. Для полноты картины представьте себе, чем дышали люди. Это смесь из выхлопа дизелей и запаха кухни, сдобренная плотным ароматом одеколона, которым очень обильно освежались подводники, потому что не имели возможности нормально помыться. Экипажи длительное время отрабатывали в учебных полигонах на своих лодках все манёвры. Большое количество торпед отпускалось на эту учёбу. То есть выстрелов было несколько десятков торпедных выстрелов в разных условиях. И поэтому, когда уже лодка выходила в поход, это было дело для них привычное, знакомое, многократно отработанное, доведённое фактически до автоматизма. Это позволяло им добиваться больших результатов. Эта койка несколько больше всех остальных на лодке, и очевидно, что это спальное место командира. Неизвестно, насколько хорошо ему удавалось высыпаться, ведь даже в минуты отдыха он был в курсе всех событий, происходящих на лодке и вокруг неё. Ведь прямо напротив радиорубка и рубка-акустика. Ну а когда возникала срочная необходимость его присутствия на центральном посту, то командиру надо было сделать всего пару шагов. Это пост управления горизонтальными рулями. Приводы рулей электрические, но также была предусмотрена и дублирующая гидравлическая система. При получении приказа на погружение рули выставлялись в необходимое положение, а этими вентилями управлялся главный балласт. Причём клапаны балласта открывались постепенно при достижении лодки определённого дифферента, что контролировалось вот этим прибором. Но зачастую для ускорения погружения использовался и весьма оригинальный способ. Весь свободный от вахты личный состав стремительно перемещался в носовой отсек. Все эти действия были отработаны до автоматизма ещё на этапе обучения, и во время боевых условий хорошо подготовленный экипаж мог привести лодку из позиционного надводного положения на глубину 10 метров за 25-27 секунд, что считалось в то время лучшим результатом в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летом 1939 года высшим руководством Германии была окончательно сформирована стратегическая задача для немецкого военно-морского флота — уничтожение британского торгового судоходства. Лучше всего с этим могли справиться только торпедные подводные лодки, и чем их будет больше, тем быстрее будет решена эта задача. 3 сентября Ю-30 потопила британский лайнер «Атения». Так началась Вторая мировая война на море. Торпедирование лайнера сразу создало «семёркам» и всем подводным силам Германии определённую репутацию в глазах союзников, которые стали вооружать гражданские суда артиллерией для борьбы с субмаринами. Ответным шагом немцев стало объявление неограниченной подводной войны и начало массового строительства подводок. Торпедные аппараты «семёрок» в целом мало чем отличались от своих аналогов, состоящих на вооружении других флотов мира. Однако имели ряд интересных особенностей. Например, выталкивание торпеды осуществлялось не сжатым воздухом, а при помощи пневматического поршня, что давало преимущество беспузырьковой торпедной стрельбы. Также торпеду можно было запрограммировать, задать ей курс, скорость и глубину хода, причём не извлекая из торпедного аппарата. Делалось это при помощи механической системы, соединявшейся с внешними разъёмами торпеды. Задать необходимые параметры можно было или здесь, или в командном отсеке. Простая в управлении, надёжная и дешёвая в постройке «семёрка» обладала хорошо забалансированными боевыми и эксплуатационными качествами. При том, что по своим конструктивным особенностям лодка была не рассчитана на длительное боевое использование, её уникальные характеристики, такие как скорость погружения и предельная глубина, делали её практически неуязвимой. Итак, с началом Второй мировой германский флот имел в своём распоряжении, пожалуй, лучшее оружие для подводной войны и отлично подготовленных бойцов. И только один человек знал, как это можно использовать с максимальным успехом. Карл Дёниц был опытным командиром-подводником. Во время Первой мировой войны он провёл множество успешных операций в Средиземном море и с самого начала, с 1935 года, оказал значительное влияние на развитие подводных сил Германии. Он разработал тактику, впоследствии применяемую подводными лодками, в том числе так называемую «тактику Волчьей стаи». Каждая подводная лодка занимала указанную ей позицию так, что вся группа разворачивалась в линию, пересекающую предполагаемый маршрут конвоя. Ширина завесы и дистанция между субмаринами позволяли с большой вероятностью обнаружить проходящий конвой хотя бы одной лодкой. Данные о местонахождении и курсе каравана могли также быть получены путём радиоразведки или авиации. При этом вся информация стекалась в береговой оперативный центр, который координировал действия группы и наводил на конвой все находящиеся поблизости подводки. Когда субмарина обнаруживала конвой, она передавала его местоположение в центр и продолжала слежение, находясь на безопасном от него расстоянии. Ночью она делает рывок к конвою и уже в надводном положении наносит торпедные удары. При этом её не видно ночью, видимость плохая, то есть её надо искать, её надо обнаружить. И она, в отличие от миноносцев, который произвёл атаку, ему ещё надо отойти, а ей не надо отходить. Она погрузилась, её не видно. Она перешла на другую сторону и нанесла удар. И при этом, поскольку этих лодок много, и удары они наносят почти одновременно, приводит к тому, что охранение конвоя начинает растаскиваться. То есть они атакуют одну лодку, подошла вторая. Они начинают атаковать вторую, подошла третья. И, следовательно, какая-то одна лодка, и каждая следующая всё больше и больше, будут подходить к конвою, у которого нет охранения. И от этого получаются очень большие потери в тоннаже. То есть можно очень быстро и очень эффективно уничтожать конвои. 17 октября 1940 года подводной лодкой Ю-38 был обнаружен конвой СС-7. Субмарина отправила в Лорьян, где размещался штаб Дёниса координаты каравана, которые были моментально переданы на патрулировавшие поблизости лодки. В течение следующего дня собирающиеся в группу подлодки атаковали три судна конвоя. Тогда же в помощь единственному кораблю эскорта «Шлюпу Скарбора» из Англии прибыли шлюпы «Фауэй», «Лит» и корветы «Блюбелл» и «Хардсис». К концу дня вокруг конвоя сосредоточилось семь подводных лодок. В ночь с 18 на 19 октября сложились самые идеальные условия для подводных охотников — полная луна и спокойное море. Около 21 часа Ю-46 выпустила четыре торпеды по идущим рядом транспортом «Канвалария» и «Битус». На поиски атаковавшей субмарины бросился корвет «Митл». Отгоняя лодку от транспорта, корабль удалился от конвоя на несколько миль. В этот момент Ю-101 торпедировала транспорт «Крикер». Гружённое железной рудой судно быстро затонуло. Ближе к 22 часам произвёл свой первый торпедный залп «Отто Кричмер», командовавший Ю-99. Пароход «Эмпайр Минивер» шёл полным ходом, но это его не спасло. Торпеда «Кричмера» попала в машинное отделение, и потерявшее ход судно стало быстро уходить под воду. Корабли охранения метались среди расползавшихся в разные стороны транспортов, пытаясь собрать их вместе. Тем временем Ю-99 пробралась в середину ордера и практически в упор и не целясь расстреливала суда конвоя. Вот как «Кричмер» описывал происходящее в журнале боевых действий. 22-30. Выстрел из носового аппарата по тяжелогружённому транспорту. Торпеда проходит мимо, попадает в соседнее, ещё более крупное судно тоннажем около 7 тысяч тонн. Судно уходит носом в воду. 23-55. Выпускаю торпеду по большому сухогрузу. Попадание. Носовая часть до мостика разрушена. 0-15. Постоянно слышу взрывы торпед, выпущенных с других наших подводных лодок. Эсминцы мечутся и время от времени выпускают осветительные снаряды, от которых мало толка. 1-38. Выстрел из носового аппарата. Попадание. Судно тонет. 1-55. Выстрел. Попадание. Через 40 секунд судно тонет. Около полуночи транспорт «Оссириан», на борту которого находился комодор конвоя, обнаружил в 90 метрах прямо по курсу немецкую подводную лодку. В попытке протаранить вражескую субмарину, пароход дал полный ход, но вскоре оказался далеко от конвоя и без прикрытия. В час 22 судно торпедировало Ю-101. В пять утра Ю-123 артиллерии добивало оставленный экипажем транспорт «Клинтония». Охваченные азартом комендоры в какой-то момент чуть было не попали в оказавшуюся поблизости лодку Кречмера Ю-99. С рассветом, потопив 20 и повредив 6 судов из 30, подводные лодки ушли. Уже следующей ночью в том же самом месте проходил конвой HX-79, в составе которого было 49 транспортов и 12 кораблей эскорта. Несмотря на достаточно сильное хранение, пять германских субмарин за несколько часов потопили 12 судов каравана. В итоге за почти трое суток немцы разгромили два конвоя союзников, не потеряв при этом ни одной лодки. В исторической литературе, посвященной боевым действиям германских подводных лодок, период с лета 1940 по конец весны 1942 года часто называют «счастливыми временами». Тогда безраздельными хозяевами Атлантики были «львы-дёница», как называла своих подводников немецкая пропаганда. 1942 для «семёрок» был годом величайшего триумфа. Германские подводники потопили тогда свыше 2 миллионов тонн тоннажа союзников. Начав войну с 57 подводными лодками, к тому моменту в «Крикс-Марины» находилось уже 337 «семёрок». Немецкая судостроительная промышленность каждые два дня спускала на воду новую «семёрку». Тем не менее, в 1943 году союзники постепенно начали теснить «львов-дёница» на море, приближая «неизбежное». Было создано специальное командование противолодочное Атлантического океана, которым руководил адмирал Кинг, которое занималось строго противолодочной борьбой, больше не отвлекалось ни на какие задачи. Это была организационная сторона, сторона техническая. Массовое поступление в флоты союзников противолодочных кораблей, на вооружении которых находились компактные радиолокаторы, реактивные бомбомёты, гидроакустические станции. Всё это позволяло уже каждому кораблю отдельному обнаруживать подводные лодки, вести преследование, самому опираясь на свои собственные данные, и наносить удары быстрее, чем от них успевала лодка немецкая уклониться. Поражение в подводной войне не было неким внезапным событием, а скорее постепенным развитием. Но развертывалось всё в сравнительно короткий срок. И вот все эти мероприятия привели к тому, что в мае 1943 года союзниками было за один день потоплено больше подводных лодок, чем торпедированных ими транспортных судов. В период с 1935 по 1945 годы было построено 709 подводных лодок типа «Семь». 546 из них были потеряны во время боевых действий, 65 уничтожены собственными экипажами в конце войны. Судьбу оставшихся субмарин союзники решили на Потсдамской конференции. С ноября 1945 по январь 1946 недалеко от берегов Шотландии проводилась операция «Дэдлайт», в ходе которой взрывными зарядами или артиллерийским огнём эсминцев «Онслоу» и «Блэсковица» было затоплено свыше 100 германских субмарин, 83 из которых относились к типу «Семь». Несколько уцелевших единиц пополнили флоты стран-победительниц и их союзников. Ю-995, прослужив чуть более полугода в Криксмарине, застала окончание войны в Северном море. В мае 1945 лодка сдалась Норвегии и вошла в состав флота этой страны на последующие полтора десятка лет. Когда же с поступлением новых типов субмарин Ю-995 утратила свою боевую ценность, норвежцы передали «семёрку» ФРГ в качестве уже музейного экспоната. Программа «Типа-7» была одной из самых успешных германских программ по строительству подводных лодок, особенно если подумать, сколько их было построено. Это, пожалуй, самый многочисленный класс судов во всём мире по количеству построенных единиц. Даже кораблей класса «Либерти», мне кажется, было меньше. О подводных лодках «Седьмого типа» очень часто спорят. Одни говорят, что это были самые совершенные корабли в своём роде, другие называют «семёрку» попросту «стальным гробом». Безусловно, эти субмарины были очень эффективны, но, как показала история, развитие средств противолодочной борьбы не оставило им никаких шансов. «Семёрки», наверное, можно сравнить с мечом. Это было очень грозное и эффективное оружие в умелых руках до тех пор, пока не появился порох. Уже по традиции первая часть бонус-кода. А дальше нас с вами ждёт фильм про американскую подводную лодку «Бэтфиш». Во времена Второй мировой войны подлодки типа «Балао» успешно противостояли кораблям японского флота. Собираясь в стаи и поодиночке, они отправляли на дно и танкеры врага, и большие боевые корабли, и подводные лодки. Внимание на экран! Они стали реальным кошмаром японского флота в годы Второй мировой войны. Собираясь в стаи и поодиночке, они отправляли на дно и танкеры врага, и его большие боевые корабли, и подводные лодки. В городе Москоге, штат Оклахома, в городском мемориальном парке, посвящённом Второй мировой войне, стоит один из таких героев — подводная лодка «Бэтфиш». «Бэтфиш» установил свой рекорд — три потопленные лодки за 76 часов. Концепция эскадренной подводной лодки развивалась в американском флоте ещё с 20-х годов XX века по опыту Первой мировой войны. Изначально такие лодки должны были взаимодействовать с главными силами надводного флота, вести дальнюю разведку и, конечно, наносить максимальные потери приближающемуся неприятелю перед началом генерального сражения больших артиллерийских кораблей. Самыми важными характеристиками при этом являлись высокая надводная скорость, дальность плавания, автономность и мощное вооружение. Идея эскадренной подводной лодки и желание производить их в большом количестве появились лет за 10 до того, как это на самом деле произошло. Они хотели построить, по сути, конвейер, чтобы как можно быстрее собирать подводные лодки и отправлять их в океан сражаться. В 30-е годы американский флот последовательно принял на вооружение несколько серий подводных лодок. К началу войны по опыту их эксплуатации был найден оптимальный баланс тактико-технических элементов, и в 1941 году США начали массовое производство так называемых «субмарин мобилизационного типа». Первыми из них стали подводные крейсеры типа «ГАТА». При этом проект перерабатывался параллельно строительству. Так появился новый тип американского подводного крейсера «Балау». Основная разница заключается в стали, использовавшейся для постройки корпуса. Произошел переход от стали толщиной 14 мм к толщине 22 мм. Также использовалась высокопрочная сталь новой марки. Благодаря этому «Балау» может погружаться глубже, чем «ГАТА». На испытаниях это 120 м против 90 м у «ГАТА». Но мы точно знаем, что «Бэтфиш» и другие «Балау» могли погружаться значительно глубже. Со вступлением США в войну стало понятно, что прежняя концепция использования крейсерских подлодок не годится. К счастью, их тактико-технические элементы прекрасно подошли для новой роли — борьбы на протяжённых японских морских коммуникациях Тихоокеанского театра военных действий. Военная программа управления кораблестроения США, начиная с 1942 года, предусматривала ежегодно ввод в строй 30 подводных лодок, чтобы с учётом неизбежных потерь за 4 года довести число субмарин до 150 единиц. Именно столько требовалось для эффективного решения поставленных задач. «Наша страна, Соединённые Штаты, очень хорошо умела производить вещи, поэтому мы быстро перестроили экономику на военные рельсы. И причина, по которой так много лодок типа «Балау» было построено так быстро, как раз и кроется в том, что мы смогли направить все трудовые ресурсы на производство военной техники. Тогда даже женщин привлекли к промышленному производству так, что людей хватало. Больше того, некоторые моряки, которые были назначены на «Бэтфиш», помогали строить лодку, когда она была ещё не закончена. Первая подводная лодка ВМС США, вступившая в строй в 1900 году, была названа по имени своего изобретателя «Холланд». Затем американские подлодки носили литерно-цифровые обозначения. А с начала 30-х годов субмарины стали именовать названиями рыб и других существ морской фауны. Вы, наверное, знаете, что у нас есть подлодка «Кэтфиш», то есть зубатка — хищная, но вкусная рыба. Ещё есть барбус и много других хороших рыб. Если вы никогда не видели морского нетопыря, «Бэтфиш», он похож на Джокера из «Бэтмена», первого хорошего «Бэтмена». Эта рыба прячется в толще воды и ждёт, пока её добыча проплывёт сверху, чтобы её съесть. Очень похоже на тактику подводных лодок во Второй мировой войне. Тактико-технические характеристики подводной лодки «Бэтфиш» на 1943 год. Длина — 94 метра. Ширина — 8 с небольшим метров. Осадка средняя — более 5 метров. Водоизмещение подводное — 2415 тонн. Лодка двухкорпусная. Максимальный диаметр прочного корпуса — почти 5 метров. Толщина прочного корпуса — более 22 миллиметров. Вооружение. Артиллерийское. Пушка Марк-17 калибра 127 миллиметров. Зенитный автомат «Бофорс» калибра 40 миллиметров. Зенитный автомат «Эрликон» калибра 20 миллиметров. При погружении у экипажа американских подлодок было от 30 до 40 секунд, чтобы спуститься с палубы в подлодку и приготовиться к бою. За это время моряки должны были успеть снять зенитные автоматы и отнести их в оружейную. Команду тренировали так, чтобы они могли спуститься в лодку за 10 секунд. Они буквально спрыгивали в люке и спешили занять место на своем боевом посту. Торпедное вооружение. 10 торпедных аппаратов, 6 носовых, 4 кормовых. 24 электрические торпеды Марк-18 калибра 533 миллиметра. Это кормовой торпедный отсек. В этом отделении находилась одна треть всех торпед подводной лодки. Торпеды выстреливались из этих четырех аппаратов. Это на два меньше, чем в носовом торпедном отсеке. Загрузка торпеды — довольно простой процесс. Берете торпедный толкатель и закрепляете эти зубцы на конце винта. Затем перебрасываете канат через вот этот блок и продеваете канат в это отверстие. После этого вручную задвигаете торпеду прямо в аппарат. Как только торпеда в аппарате, вы закрываете его и подаете сжатый воздух из баллонов по этим трубам прямо в аппарат. И торпеда выстреливается. Энергетическая установка. Четыре дизельных двигателя «Файрбэнкс Морзе» суммарной мощностью 5400 л.с. Четыре грибных электродвигателя «Эллиот Моторс» мощностью 2750 л.с. Две группы аккумуляторных батарей по 126 элементов в каждой. Это носовой аккумуляторный отсек, расположенный прямо под каютами офицеров. Половина из 252 аккумуляторов подводной лодки находилась в этом помещении. Их размещали под столовой офицеров и кубриками команды, потому что в случае неполадок они вырабатывали такие токсичные газы, как водород и азот. При высокой концентрации эти газы также взрывоопасны. Когда этот отсек был полностью загружен, батареи занимали всё пространство на высоту человеческого роста. Между ними и потолком можно было только ползать. Кто-то из членов экипажа ползал от батареи к батарее и проверял их на газы. Максимальная надводная скорость — около 20 узлов. Подводная — около 9 узлов. Дальность плавания. В надводном положении — 11 000 миль 10-узловым ходом. В подводном — 96 миль при скорости 2 узла. Автономность плавания — 60 суток. Подводная лодка «Бэтфиш» вошла в состав военно-морского флота США 21 августа 1943 года. Если посмотреть на колокол, на нём написано «Бэтфиш-194». Что это значит? Это значит, что они собирались написать «1940 какой-то год», но они не знали, какую точную цифру поставить. Строительство «Бэтфиша» началось в конце 1942-го и закончилось в 1943 году. Они настолько спешили отправить лодку сражаться с японцами, что не поставили последнюю цифру. Эти подлодки называли «кадиллаками» среди подводных лодок, потому что на них было всё самое современное и лучшее. Там только ещё круиз-контроля не хватало. Так что наши подводные лодки намного превосходили японские в плане технологий. Например, на «Бэтфиш» что-то модернизировали практически в каждой базе, где она находилась. Каждый раз между боевыми походами на ней появлялось что-то новое. Разумеется, для каждого нового устройства или системы нужно было обучить хотя бы двух человек работе с ними. Одним из самых простых, но при этом весьма эффективных приборов, позволяющих найти в океане врага из-под воды, был гидрофон. Гидрофон, по сути, это пассивный гидролокатор. Это микрофон, который позволяет вам слушать океан вокруг вас. Опытный гидроакустик сможет его различить и сказать, «Там есть вражеский корабль». Затем вы определяете характеристики звука, на какое расстояние винт, один оборот винта, двигает противника. Скажем, на 36 дюймов. Это будет один оборот винта двигать его на 3 фута. Вы считаете их за какую-либо единицу времени, и таким образом можете определить скорость противника. Так что подводники считали количество оборотов за единицу времени, и затем они занимались тем, о чём мы уже позабыли — математикой. И могли сказать, «Окей, цель делает столько-то узлов». Когда вы знаете скорость вашего хода и скорость их хода, то можете построить встречно пересекающийся курс — курс для стрельбы. Вот в чём одно из преимуществ гидрофона. Следующим прибором, который использовали для определения дистанции до цели и параметров её движения на подводных лодках, стали гидролокаторы, которые являлись альтернативой перископам. Это гидролокатор. Одновременно здесь работали два человека. Один пытался обнаружить звуки грибных винтов, взрывов и так далее. Второй считывал информацию с экранов гидролокатора. Полученные данные отправлялись в боевую рубку. Офицеры анализировали её и принимали решения о дальнейших действиях. Это отсек центрального поста. По сути, это нервный центр подводной лодки. Здесь находились от 10 до 12 членов экипажа, управляя запуском торпед, погружением и всплытием. Один из важных аспектов подводных операций — это соблюдение тишины. Выслеживая цель или скрываясь от противника, подводная лодка должна быть абсолютно неслышна. Если вражеский гидролокатор услышит лодку, это даст противнику более точное местоположение для сброса глубинных бомб. Летом 1943 года была принята на вооружение радиолокационная станция тип SJ-1. А на следующий год на лодке стали устанавливать станции оповещения об излучающем сигнале. Теперь корабль противника можно было определить по работе его РЛС. Моряки не сразу начали доверять этой технологии. Это что-то типа «если мы не можем верить своим глазам, то кому нам верить?» Но они использовали радар. Они ходили на радарной глубине с антенной РЛС над поверхностью воды в самых различных условиях. И это им очень помогало, особенно в условиях плохой видимости. Приходилось полагаться на приборы. Поэтому ночью или в плохую погоду, или просто когда темно, радар — это единственный способ что-то увидеть. За несколько месяцев до начала Второй мировой войны эскадренные подводные лодки получили прибор, известный как автомат стрельбы TDC Mark III. Субмарине не приходилось ложиться на боевой курс. Торпеда сама выходила в расчётную точку встречи с целью по введённым в неё данным о дистанции, пеленге и скорости. Поэтому, когда появился прибор управления торпедной стрельбы модели Mark IV, который получал информацию и от радара, и от гидролокатора, лодка стала невероятно эффективным оружием для уничтожения противника. С началом кампании на Тихом океане эффективность боевого использования торпедного оружия американских субмарин оказалась крайне низкой. Это было связано с техническим несовершенством американских торпед. Когда Mark XIV поступила на вооружение и начала использоваться во время Второй мировой войны, стало понятно, что взрыватель некачественный и вместо того, чтобы детонировать заряд, просто сгибался. Они также были снабжены так называемым магнитным взрывателем. По идее, он позволял поражать цель даже без прямого попадания в неё. Торпеда должна была взрываться под кораблём противника и просто ломать его киль пополам. Но всё это работало плохо. Даже в истории «Бэкфиша» были случаи, когда они выпускали торпеду и слышали только «Бум!». Осечка. Сколько раз можно попасть в цель неработающими торпедами, прежде чем вас самих потопят? В конце лета 1943 года на вооружение была принята торпеда Mark 18 — первая американская электрическая торпеда. Сделанная по образцу немецкой, Mark 18 не оставляла после себя следа из пузырьков на поверхности воды. К тому же была технологичнее и дешевле парогазовой. Mark 18 более эффективна, но у неё тоже есть проблемы. Вспомните подлодку «Тэнк». Они выстрелили торпеду Mark 18 и произошёл сбой системы. Торпеда сделала круг и уничтожила свою желудку. Это то, что я называю «худший день на свете». Mark 18 работали на аккумуляторах, их дешевле производить. Нужно заряжать батареи, а когда вы это делаете, образуется газообразный водород. Если вдруг вы решите покурить, и вытяжка водорода не работает, то вы просто взлетите на воздух, а это никому не понравится. Вопрос по торпедам стал настолько остро, что летом 1943 года командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Нимец отдал приказ снять со всех торпед магнитные взрыватели. Однако вскоре оба вида торпед, и Mark 14, и Mark 18, были доработаны. Как только Mark 18 довели до совершенства и в 1943 году поставили на вооружение, она стала настоящим благословением для подводников. Когда в феврале 1945 года «Бэтфиш» вышла в очередной боевой поход, экипаж подводной лодки вновь на деле оценил все достоинства своего вооружения и оборудования. Радиолокатор обнаружил цель в шести милях, и охота началась. Тёмной безлунной ночью «Бэтфиш» в надводном положении пошла на сближение с предполагаемым противником и выпустила четыре торпеды. Все они прошли мимо. Перезарядив торпедные аппараты и увеличив скорость, лодка вышла на удачную позицию. Вторая торпеда поразила цель, а третья прошла уже над тем местом, где затонула подводная лодка неприятеля. При этом первая торпеда не вышла из носового аппарата. Капитан орёт, выстрелите эту торпеду, выстрелите эту торпеду! А в носовом отсеке торпедист Вёрджил Блэки Лоуренс отвечает «Я пытаюсь, но она застряла! Что я могу с этим сделать?» А потом он вспоминает, чему его учили. Рекомендованное давление сжатого воздуха для пуска торпеды из аппарата от 21 до 28 килограммов на квадратный сантиметр. Старшина Лоуренс выгоняет всех из отсека, задраивает водонепроницаемую переборку, поднимает давление до 42, произносит короткую молитву. Бум! Подлодку слегка отбрасывает назад динамическим ударом. Все радуются, они пока не умерли в этой погоне. «Бэтфиш» подходит к месту гибели японской подлодки. Включается прожектор, чтобы поискать обломки и выживших. А когда стало светать, в небе появились японские самолёты. «Бэтфиш» снова уходит под воду. Вечером 11 февраля американцы снова засекают работу радиолокатора противника. Когда они поймали сигнал от первой подлодки, всё было понятно. Когда появилась вторая, наши ребята не могли в это поверить. Частота 157 — японская лодка. Они даже дополнительно проверили, чтобы убедиться, что это не кто-то из их стаи, но это японская подлодка, и они последовали за ней. И что самое удивительное, что их, похоже, не заметили. Командир принял решение вновь атаковать в надводном положении и с максимально близкой дистанции. Однако противник неожиданно начал погружение. И наши думают, нас обнаружили? Они погрузились, потому что услышали нас, и их оборудование лучше нашего? Потому что они на самом деле этого не знают. Поэтому наши ребята просто затаились, слушали и ждали. Только через 20 минут акустик доложил, что слышит шум продуваемых цистерн. А спустя минуту цель обнаружили. Бэтфиш погрузилась под антенну РЛС, чтобы не потерять контакт. С 800 метров был дан четырёхторпедный залп из носовых аппаратов. И ночная тишина сменилась мощным взрывом. И потом, всего один день спустя, 158, 153, они снова ловят сигнал радара нужной частоты. Ещё одна японская подлодка. Наши ребята просто не верили своим глазам. Это уже становилось рутиной для них. Просто ещё один день на работе, уничтожая японские подлодки. У них в носовом отсеке осталось только две торпеды. И, как вы знаете, стрелять из кормовых аппаратов сложнее, чем из носовых. Разумеется, ребята на корме в нетерпении. Дайте и нам повоевать! Дайте нам повоевать! Мы тоже хотим! Президент высказывает им официальную благодарность. Все их поздравляют. Такого никогда раньше не случалось. Три потопленные лодки за 76 часов. Если вы спросите членов экипажа, везения там и рядом не было. Это всё крутые навыки. Но если поговорить с историками и самому оценить ситуацию, то это было сочетание удачи и хороших навыков. Однажды, в последние дни Второй мировой войны, экипаж «Бэтфиш» заключил пари, согласно старой морской традиции. Экипаж купил бутылку, и они договорились, что последний из них, кто останется в живых, выпьет эту бутылку в память о своих умерших товарищах. Очень трогательная и красивая традиция. Однако, когда они заключали подобное соглашение в свои 20 или 19 лет, они даже не задумывались, что однажды им может стукнуть 90 лет. Таким образом, бутылка первого экипажа нашей подводной лодки со Второй мировой войны была открыта около 7 лет назад. У нас есть бутылка от одной очень известной в Америке компании, а на бутылке надпись «Экипажу подводной лодки «Бэтфиш». Очень красивая бутылка. Она у нас в качестве экспоната, и мы храним её, пока последние ветераны Корейской войны не захотят её выпить. Роль американских подводных лодок на Тихом океане сложно переоценить. Именно они практически уничтожили японский танкерный флот, лишив врага жизненно необходимого топлива. А в период с июля по август 1945 года субмарины сосредоточились на спасении пилотов самолётов, сбитых над океаном. За годы Второй мировой войны на Тихом океане американцы потеряли 52 подводные лодки из 288. Домой не вернулось около 3,5 тысяч моряков. Конечно, когда ты рассказываешь людям об этом, они начинают. Но это не так уж и много. А сколько тогда будет много? К тому же надо учитывать, что всего воевало около 24 тысяч наших подводников. Получается, что из всех матросов, служивших на подводных лодках во время войны, погиб каждый пятый. На борту «Бэтфиша» не погиб ни один человек, и это очень важно. Далеко не все лодки могут этим похвастаться. По моему мнению, это лучшее достижение «Бэтфиш», то, что никто не погиб на ней. Вы должны понимать, что ни у кого нет такой крепкой дружбы. И я уверен в этом. Многие скажут, знаешь, мы воевали в одном окопе. Нет, когда ты внутри жестяной банки под толщей морской воды 65 дней подряд и в любую минуту твоя жизнь может оборваться, вот тогда формируются узы братства. В начале 1970-х годов Союз ветеранов-подводников штата Оклахома добился передачи ему одной из выведенных из состава ВМС подводных лодок, чтобы увековечить память о своих товарищах-подводниках. Выбор пал на «Бэтфиш». Оставалось доставить её в Мемориальный парк штата Оклахома. «Бэтфиш» буксировали на шести баржах по реке Миссисипи до реки Арканзас. Каждый раз, когда на пути попадалась дамба, приходилось шлюзовать транспорт. Каждый раз, когда на пути попадался мост, лодка едва не царапала его нижнюю часть. А в Литл-Рок на пути подлодки попался мост, под которым она не могла пройти. Они были уверены, что придётся срезать тумбы перископа. «Мы не сможем пройти под этим мостом», — говорили они. Но ветераны Совета не хотели срезать ни одной части подлодки. Они изучили ситуацию и позвали военных инженеров. «Ребята, нам не хватает каких-то пяти сантиметров, чтобы пройти». Инженеры немного понизили уровень воды, и этого хватило, чтобы впритык проплыть под мостом. Просто удивительно! Одним из ключевых элементов, благодаря которому Бэтфиш сейчас находится именно там, где находится, была мать природа. Паводки подняли Бэтфиш, уровень реки сильно повысился. Строители прокопали канал к котловану, пустили туда воду, начали раскапывать котлован экскаватором, и все эти работы заняли полтора месяца. Два крана работали на пределе, чтобы поставить Бэтфиш ровно, а буксир поддерживал корму. Они установили лодку прямо на земле. Это было потрясающее зрелище. Люди собирались, чтобы посмотреть, как это происходит, потому что такое не увидишь каждый день. Военный мемориальный парк в городе Москоге, штат Оклахома, стал для подводной лодки последним местом стоянки. В мае 1973 года Бэтфиш официально получила статус корабля-музея и открыта для посетителей круглый год. Командиры, всё внимание на экран. Запоминайте ещё одну часть бонус-кода. А дальше в нашем киномарафоне подводная лодка типа «К», которую моряки ласково прозвали «Катюша». Какими подвигами может похвастаться Ка-21? Узнайте в нашем видео! Североморск. В начале XX века здесь находился посёлок охотников и рыболовов, население которого насчитывало не более 13 семей. Сейчас здесь располагается главная база Северного флота Российской Федерации. Ввиду этого попасть сюда достаточно непросто. Но не ради праздного любопытства мы приехали в один из самых закрытых городов России. Я здесь, чтобы рассказать вам про подводную лодку Ка-21. Весной 1942 года этот корабль поступил под командование капитана третьего ранга Николая Лунина. Так началась одна из самых ярких страниц истории российского флота. Серия советских подводных лодок типа «К», которые моряки прозвали «Катюша», обязана своим появлением руководителю отдела подводного плавания НИИ военного кораблестроения Михаилу Рудницкому, который в начале 1935 года представил командованию Военно-морских сил СССР собственный проект крейсерской эскадренной подводной лодки. Характеристики субмарины были настолько перспективными, что ещё до утверждения окончательного технического проекта было принято решение о строительстве большой серии лодок этого типа. Заслуга автора проекта, в честь которого, кстати, подлодку иногда называли крейсер Рудницкого, заключалась в том, что ему удалось создать корабль с очень широкими боевыми возможностями, который прекрасно соответствовал советской военно-морской доктрине того времени. Предполагалось, что для решения задач эскадренной лодки эта лодка будет находиться в определённом квадрате, нести там дозор. При появлении сил противника она, соответственно, сообщит своим главным силам о появлении противника, при этом она сможет выполнить при выгодных условиях минную постановку на пути развертывающегося флота противника. После того, как противник понесёт на этой минной постановке какие-то потери, она нанесёт по нему торпедный удар и сможет от него оторваться, уйти, соответственно, дождаться, когда противник уйдёт из этого квадрата, за счёт большой скорости переместиться на другую позицию и встретить его там. Вот действия эскадренной подводной лодки. Одновременно на большие подводные лодки возлагались и крейсерские задачи — действия на морских коммуникациях в районах, отдалённых от своих баз и берегов. Технический проект подводной лодки КЭ, крейсерская эскадренная, дорабатывался ещё почти два года. В декабре 1936-го в Ленинграде были заложены первые три корабля. Эта серия подводных лодок получила номер 14, а в военно-морском флоте они обозначались как «Тип К». Тактико-технические характеристики подводной лодки типа К. Длина — 97,6 метра, ширина — почти 7,5 метров, осадка средняя — 4 метра. Водоизмещение подводное — 2104 тонны. Лодка двухкорпусная, максимальный диаметр прочного корпуса — 5,3 метра. Толщина прочного корпуса — от 18 до 22 миллиметров. Лодка разделена на семь отсеков. Первый и седьмой — торпедные отсеки со спальными местами экипажа. Второй — носовой аккумуляторный отсек. На палубе располагались офицерская кают-компания и пять одноместных кают командного состава. В трюме — первая группа аккумуляторных батарей. Третий — отсек центрального поста. Над ним — боевая рубка. В трюме отсека — артиллерийский погреб. Четвёртый — кормовой аккумуляторный отсек. На палубе кают-компания «Старшин» и 24 койки экипажа. В трюме — вторая группа аккумуляторных батарей. Пятый — дизельный отсек. Шестой — электромоторный отсек. Вооружение. Десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, шесть носовых и четыре кормовых, два из которых располагались в надстройке. Боезапас — 24 торпеды. Артиллерийское вооружение. Два универсальных орудия B24PL калибр 100 мм. Два 45-мм универсальных орудия 21К. Два выносных пулемёта M1 калибра 7,62 мм. Лодка несла 20 донно-якорных мин ЭП, эскадренная подлодочная, установка которых производилась при помощи минного устройства, размещенного под центральным постом. Энергетическая установка. Два дизельных двигателя мощностью 4200 л.с. каждый. Дизель-генератор мощностью 800 л.с. Два электродвигателя общей мощностью 2400 л.с. Две группы аккумуляторных батарей типа S по 240 элементов в каждой. Максимальная надводная скорость — 21 узел, подводная — 10,3 узла. Глубина погружения. Рабочая — 80 метров, предельная — 100 метров. Радиус плавания десятиузловым ходом. Надводный — 7500 миль, подводный — 11,5 миль. Автономность плавания — 50 суток. Максимальное время пребывания под водой — 72 часа. Экипаж — 66 человек. Лодка имела и большую дальность, и большую скорость, и мощное торпедное вооружение, 10 торпедных аппаратов, и могла ставить мины. Но для того, чтобы лодка хорошо двигалась под водой, требуются одни обводы корпуса. Для того, чтобы лодка хорошо двигалась над водой — несколько другие. Если лодка планируется использоваться как артиллерийская платформа, требуется совсем третья обвода. Вот это вот всё советским инженерам надо дать должное удалось совместить в одном корабле. Но подвох был в том, что за всё это была заплачена определённая цена. А ценой этой оказалось всемерное облегчение конструкции корпуса. Вдобавок при составлении рабочих чертежей обнаружились просчёты в определении метацентрической высоты и нагрузки корабля, из-за чего возникли проблемы с остойчивостью. Чтобы исправить это, пришлось снять щиты орудий, сделать обшивку надстройки и ограждение рубки из алюминия и уменьшить толщину лёгкого корпуса до 6 мм. Уменьшение толщины лёгкого корпуса имело весьма негативные последствия. При ближних взрывах глубинных бомб на сварных швах образовывались трещины, нарушалась герметичность топливных цистерн, и вытекающее наружу топливо демаскировало лодку. Но даже при сильном волнении моря корпус получал серьёзные повреждения. Так, попав в десятибальный шторм, на К-1 надстройка сместилась настолько, что заклинило шпиль и носовые рули. Однако отдельные технические дефекты «Катюш» были не столь существенны по сравнению с нехваткой подготовленных экипажей. К концу 30-х годов в СССР так и не удалось до конца наладить специализированную подготовку офицеров-подводников непосредственно в военно-морских училищах. На флоте же существовало всего два учебных отряда подводного плавания, готовивших командиров и специалистов на подводные лодки. Проблема была в том, что эти учебные заведения не успевали готовить в нужных количествах командиров и краснофлотцев-специалистов с той же скоростью, с какой судостроительная промышленность делала новые подводные лодки. К лету 1941 года советский подводный флот насчитывал 212 подводных лодок, 85 — Тихоокеанский флот, 67 — Краснознамённый Балтийский флот, 44 — на Черноморском флоте и 16 — на Северном флоте. 118 из них находились в ремонте и на разных стадиях строительства. Оставшиеся 94 укомплектовывались экипажами, которые проходили на них практическую подготовку. Самое главное, что требовалось время на то, чтобы личный состав эту технику освоил, а для этого был разработан курс боевой подготовки. Курс боевой подготовки подводных лодок, принятый в 1938 году, состоял из 21 задачи. Вот некоторые из них. Задача номер два — управление подводной лодкой при погружении, подводном маневрировании и всплытии. Задача номер 13 — атака торпедами в условиях больших начальных дистанций до корабля, идущего переменными курсами. Задача номер 21 — совместное плавание группы подлодок при уклонении от противника. Корабли, чьи экипажи выполнили все задачи, считались полностью боеготовыми. Высшей аттестацией лодки было успешное выполнение задачи по атаке из подводного положения быстроходного соединения боевых кораблей с противолодочным охранением, следующим «Зигзагом». Таких в советском подводном флоте насчитывались единицы. То есть вот, собственно говоря, несмотря на то, что лодок очень много, даже по нашим представлениям, боеготовых из них была в лучшем случае половина. Полностью боеготовых. На Балтике было две лодки. 19 — на Чёрном море, на Северном флоте — ни одной. 17 сентября К-21 была принята в состав Северного флота и вышла, после прохождения, конечно, предельно сжатого курса боевой подготовки, она вышла в свой первый боевой поход. На Севере осенью 1941-го «Катюшам» сначала пришлось приспосабливаться к условиям плавания в арктических водах. Баренцево море в каждом походе испытывало на прочность корабль и его экипаж. Выяснилось, что скорость надводного хода очень сильно зависит от состояния моря, и уже при волнении 5 баллов, весьма характерном для полярных широт, скорость падает наполовину, а крен лодки во время шторма мог достигать 50-55 градусов. Для того чтобы подлодка точнее держала курсы, сохраняла своё положение, здесь была предусмотрена система автоматической стабилизации движения как по курсу, так и по глубине. Её ещё называли авторулевой. Однако из-за того, что электромоторы в этой системе были очень шумными, моряки в походе её частенько отключали и переходили на ручное управление. Для действовавших на крайнем севере немецких войск морские перевозки были практически единственным источником снабжения. Так что эти коммуникации являлись главной целью советских подводных лодок на протяжении войны. Однако у побережья Норвегии противник не проводил крупных океанских конвоев, для борьбы с которыми создавались крейсерские лодки типа «К». Активные перевозки осуществлялись малыми группами судов не очень большого тоннажа, следовавшими вдоль береговой линии, укрываясь во фьордах. Зачастую это бывали обычные мотоботы и мобилизованные рыболовецкие суда, на которые не имело смысла тратить торпеды. В сентябре 1941 года, возвращаясь на К2 из боевого похода, командир боевой части 2-3, управляющий стрельбой, предложил при входе в гавань сделать холостой выстрел из пушки в честь одержанной победы. Позже эту традицию подхватили все моряки-подводники Северного флота. Примечательно, что своей первой и последней победы подводные лодки типа «К» добились именно артиллерии. По своему артиллерийскому вооружению «Катюши» превосходили все советские субмарины того времени. Их 100-мм универсальные орудия даже иногда использовались для противовоздушной обороны своих баз. Но, конечно, главное применение своим пушкам подлодки находили в море и у вражеских берегов. Очень показательным примером являются события боевого похода подводной лодки «Ка-3» под командованием капитан-лейтенанта Малафеева, состоявшегося в конце 1941 года. Днём 3 декабря, недалеко от «Хаммерфеста», «Ка-3» обнаружила небольшой конвой, состоящий из транспорта «Альткирх» и трёх охотников за подводными лодками. Атака советской субмарины оказалась безуспешной. Выпущенные ею торпеды не достигли цели. К тому же при залпе лодка демаскировала себя и была сразу же замечена охотниками. Немцы тут же бросились в погоню за «Ка-3» и через несколько минут сбросили около 30 глубинных бомб. В ходе уклонения «Катюша» трижды ударялась о грунт и в конце концов легла на дно, выключив все шумящие механизмы. Тем не менее, атака продолжалась, и любая новая серия бомб, установленная на правильную глубину, могла оказаться для «Ка-3» последней. Внутри прочного корпуса начала постепенно поступать вода, но включение водоотливных насосов нарушило бы режим тишины. В этой критической ситуации у командира оставалась крайняя мера — всплыть и вступить в артиллерийский бой. Пятым залпом «Ка-3» поразила один из немецких охотников в корму, где находились глубинные бомбы. Через мгновение корабль исчез с поверхности моря. Второй охотник, располагавший только 20-мм автоматами, поспешил выйти из боя, поставив дымовую завесу. Третий корабль находился слишком далеко, и его залпы ложились с недолётами. На глазах противника «Ка-3» скрылась за горизонтом. Впоследствии стало известно, что на выставленных подлодкой недели раньше минных банках подорвалось неприятельское каботажное судно. Таким образом, первый поход «Ка-3» в составе Северного флота оказался весьма успешным. Через этот люк осуществлялась погрузка якорных мин ЭП. Они размещались в трюме в минно-балластных цистернах. Кстати, подводные лодки этого типа во время войны зарекомендовали себя как прекрасные минные заградители. Более половины потопленного ими неприятельского тоннажа было уничтожено именно минами. Но больше всего поражает та дерзость, с которой советские командиры на своих почти стометровых кораблях заходили в узкие фьорды Северной Норвегии на малознакомый фарватер. Нередко были замечены береговыми вражескими наблюдателями, но, хладнокровно игнорируя все их сигналы и запросы, выставляли на неприятельских коммуникациях минные банки и поля. Абсолютный рекорд Северного флота по количеству уничтоженных минами вражеских судов принадлежит подводной лодке «Ка-1», которой командовал капитан 2-го ранга Михаил Августинович. За время своей боевой службы эта лодка установила 146 мин, на которых погибли 5 транспортов и 2 сторожевых корабля. Интересен тот факт, что количество подтверждённых побед Августиновича превышало число заявленных, что было редчайшим исключением в Советском подводном флоте. Как показали послевоенные исследования, часто результативность подлодок была завышена. И причиной этому было нечистолюбие командира, а скорее нехватка или отсутствие ресурсов и средств для проверки результатов атаки. А когда об успехах советских подводников писали газеты и говорили по радио, то они уже не нуждались в проверке. В 1942-м, когда на других фронтах Красная Армия потерпела ряд крупных поражений, советским людям надо было знать, что где-то врага бьют. И бьют успешно. Герой Советского Союза Лунин обычно не ждёт врага, а сам ищет его. Лодка пробралась к вражеским берегам во внутренние воды врага. Герой Советского Союза Герой Советского Союза Герой Советского Союза к немецкому соединению по линкору «Тирпиц». Точные советские торпеды. На рубке каждой лодки число потопленных фашистских кораблей. В носовом торпедном отсеке на стеллажах хранилось 10 запасных торпед и ещё 6 были заряжены в аппараты. Изначально на подводных лодках этого типа отсутствовала система беспузырной торпедной стрельбы, что было существенным тактическим недостатком. Ведь противник мог обнаружить залп подводной лодки и совершить манёвр уклонения. К тому же сама субмарина, выпуская несколько торпед из подводного положения, рисковала показаться на поверхности. Поэтому некоторые советские командиры стреляли торпедами с предельных дистанций. На К-21 система беспузырной торпедной стрельбы была установлена в марте 42-го. Кстати, установить систему беспузырной торпедной стрельбы на К-21 отчасти было инициативой Николая Лунина. 4 марта этот опытный офицер-подводник, за плечами которого уже было 5 боевых походов на лодке Ща-421, в которых он совершил 7 торпедных атак, стал командиром К-21. Причём, что интересно, ему приказ о его назначении командиром К-21 был ровно через день после того, как вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Один день он стал героем, на следующий день ему дали самую мощную, самую крупную советскую подводную лодку. Очень много всего-всего пришло на крейсера, что практически было внедрено уже после Великой Отечественной войны. Вот именно всё начиналось с крейсерских подводных лодок. Впервые ушло понятие «тёплой койки», то есть подняли гигиену у каждого моряка, старшины, мичмана, офицера, была своя отдельная койка для отдыха. Впервые установили опреснители, два опреснителя, должны были в час где-то давать по 40 литров в час воды. И что самое интересное, установили душевые кабины. Вы знаете, практика показывала следующее, что опреснение воды, подогрев воды, и всё, что с этим связано, это потеря энергии. И практически ни один командир не шёл на то, чтобы из-за потери энергии потом не смог выполнить торпедную атаку или уйти после торпедной атаки от кораблей противника. То есть морских охотников, эсминцев. В жутких условиях, в таких спартанских, наши дедушки воевали на северных подводных лодках, тем более, что они не отапливались к тому. 18 июня 1942 года Ка-21 вышла в свой пятый боевой поход, и на протяжении 10 дней лодка крейсировала у северного побережья Норвегии в поисках цели. В ночь на 28 июня Лунин получил приказ перейти на новую позицию у мыса Нордкин для прикрытия конвоя Пик Ю-17. Через несколько дней союзникам стало известно, что в море вышло соединение надводных кораблей во главе с линкором «Тирпиц». Крупнейший немецкий корабль был очень ценной фигурой, потеряв которую Криксмарины утратит преимущество на севере. Это знали обе враждующие стороны. Поэтому германское командование при планировании операции уделяло первейшее значение скрытности, а союзники, в свою очередь, предпринимали все возможные меры для обнаружения «Тирпица». Вечером 4 июля конвой Пик Ю-17 получил тот самый роковой приказ рассредоточиться. Не зная об этом, немецкая эскадра продолжала двигаться прежним курсом и во второй половине следующего дня была в районе мыса Нордкин. Характеристики шумопеленгаторной станции, установленной на К-21, были не самыми выдающимися. Но Лунину очень повезло с гидроакустиком. 5 июля 1942 года в 16 часов 22 минуты он доложил вахтенному офицеру, что слышит неясный шум. Шум усиливался по курсовому углу 30 градусов правого борта. Командир приказал довернуть лодку и несколько раз поднимал перископ, чтобы идентифицировать его источник. По мере сокращения дистанции сперва неясные силуэты превратились в крупные корабли в сопровождении эсминцев. Лунин объявил на К-21 торпедную атаку. Противник двигался не прямолинейным курсом. То есть это было соединение кораблей, и соединение кораблей было построено в противолодочный ордер. То есть перед тремя крупными кораблями, идущими строем фронта, шла завеса из эскадренных миноносцев. Как раз вот те самые эсминцы, которые идут строем фронта перед крупными кораблями, их задача именно видеть подводные лодки, а даже не столько видеть, сколько сбивать их с курса. Либо они её обнаружат, либо лодка на перископной глубине будет стремиться уклониться от столкновения. Соответственно, пока она погружается, всплывает, соединение идёт на высокой скорости, шанс будет в лучшем случае один. Первоначально Лунин планировал атаковать из носовых торпедных аппаратов, но в 17.50 он поднял перископ и увидел, что эскадра изменила курс. Атака из носовых аппаратов была невозможна. И тогда командир принял решение — стрелять из кормовых. Отсутствие опыта атаки быстродвижущихся целей с сильным охранением, несовершенство средств слежения, ошибки в определении элементов движения цели и риск демаскировать себя дополнительным подъёмом перископа — все эти и другие факторы осложняли расчёт торпедной атаки. Тем не менее, Лунин предпринял вторую попытку — рискованную — стрелять под тупым углом вслед уходящей цели. По его расчётам, дистанция была предельная, но приемлемая. В какой-то момент Ка-21 оказалась среди кораблей охранения и могла быть обнаружена. Собрав все данные для залпа, Лунин поднял перископ, чтобы дождаться выхода цели на расчётный угол. Из тех параметров, которые были у него, получалось, что у него атака выйдет. Он её произвёл. Он выпустил четыре торпеды по немецкому соединению, по линкору «Тирпиц». Сразу после торпедного залпа Ка-21 погрузилась на 30 метров и на полном ходу удалялась от места атаки. Спустя примерно час на береговом флагманском командном пункте Северного флота была получена радиограмма. В 18.00 широта 71 градус 25 минут Норд, долгота 23 градуса 40 минут Ост атаковал корабли противника в составе линкоров «Тирпиц», «Шеер» и восьми миноносцев. Вышел в атаку на линкор «Тирпиц». Слышали два взрыва. Командир Ка-21. Тем временем далеко на севере от Ка-21 немецкой авиации и подводной лодки громили конвой PQ-17. Из баз Северного флота вышли советские эсминцы. С береговых аэродромов на поиск противника взлетали самолёты. Лунинская радиограмма ещё расшифровывалась на берегу, поэтому о точном местоположении немецкого соединения никто не знал. Знали, что оно где-то там, в море, и его надо было найти любой ценой. В 19.16 немецкая эскадра была обнаружена экипажем самолёта Ил-4 2-го гвардейского смешанного авиаполка. Полёт проходил в очень сложных метеоусловиях. Сплошная низкая облачность и туман делали поиск неприятельских кораблей невозможным. Тем не менее настойчивость советских лётчиков в выполнении поставленной задачи была вознаграждена. Заметив небольшой разрыв в облаках, командир направил туда машину и оказался прямиком над вражеским отрядом. Разведчик тут же послал сообщение о том, что обнаружил немецкую эскадру в составе 11 кораблей, идущей курсом 65 градусов со скоростью 10 узлов. Ошибка в определении скорости соединения сыграла решающую роль в последующих событиях. Из текста расшифрованной радиограммы К-21 и данных самолёта-разведчика был сделан вывод о том, что скорость немецкой эскадры снизилась ввиду получения одним из её кораблей серьёзных повреждений. А значит, атака Лунина увенчалась успехом. Получив сообщение об обнаружении немецкого соединения, наши британские союзники отправили её в эфир таким образом, чтобы немцы её гарантированно перехватили. И немцы её гарантированно через два часа перехватили, расшифровали, расшифровали её как на самом соединении, так и на берегу. И для немецкого командования это стало одним из поводов к тому, чтобы операцию свернуть, поскольку вот та самая скрытность, которая уделяла столь большое внимание немецким командованиям, этим сообщением нарушалась. То есть они поняли, что их обнаружили, их видят. Кроме этого, от авиации и от подводных лодок поступили сообщения о том, что конвой рассеялся, что конвой успешно уничтожается силами авиации и подводных лодок, и, собственно, крупным надводным кораблям там просто нечего делать. Вечером 8 июля Софинформбюро передало сообщение о том, что советская подводная лодка под командованием капитана второго ранга Николая Лунина поразила двумя торпедами германский линкор «Тирпиц». Новость о торпедировании крупнейшего немецкого корабля напечатали не только в центральных советских газетах. Соответствующая заметка вышла и в зарубежной прессе. Поэтому, когда Ка-21 на следующий день прибыла в базу, о подвиге советской подлодки и её командира было известно во всём мире. К осени 1942 года, после подробного изучения событий пятого боевого похода, Николай Лунин и его лодка Ка-21 были награждены орденами Красного Знамени. Со временем эта атака обрастала множеством домыслов, предположений и обрела вид легенды, вызывая и по сей день множество споров. С исторической точки зрения всё понятно. Есть определённые факты, они доступны любому желающему с ними ознакомиться, и эти факты неопровержимо свидетельствуют о том, что да, атака состоялась, но успеха она не имела. Собственно, сам по себе выход в атаку уже является актом героизма. То есть Лунин выполнил всё, что он умел, всё, чему его учили. У него сорвался один расчёт торпедной атаки, он выполнил второй и атаковал. Это первая, и в скобках отметим, единственная атака наших подводных лодок на крупные надводные корабли противника. В ноябре 1943 года Николай Лунин стал командиром 1-го дивизиона подводных лодок Северного флота, а через полгода был направлен на учёбу в Военно-морскую академию, которую окончил уже после войны. Сама же Ка-21 ещё семь раз выходила в море, в основном на минной постановке, и к своему последнему походу рубку подводной лодки украшала цифра 17, по числу засчитанных побед. Собственно говоря, закончились боевые походы подводной лодкой Ка-21, 12 апреля 1944 года. Лодка уже требовался средний ремонт, и после докывания она участие в боевых действиях не принимала до конца войны. Кстати, возможно, это как вариант спасло жизнь и лодке экипажу в целом, что она из шести кричеров единственная осталась к концу войны в живых. После вывода из состава флота в 1954 году Ка-21 была переделана в учебно-тренировочную станцию, на которой подводниками отрабатывались навыки борьбы за живучесть. В 1981 году военный совет флота предложил увековечить субмарину в качестве мемориала в память о подводниках, погибших в годы войны. Четыре отсека было отдано под музейную экспозицию, практически без изменений сохранились лишь носовой торпедный, носовой аккумуляторный и отсек центрального поста с боевой рубкой. Победа подводников Северного флота для меня святы. Вот, кто бы там чего не говорил, пусть завышенные оценки, пусть заниженные, но для меня лично, для меня лично, я думаю, не только для меня. И тех ветеранок, которых уже нет, как им было оскорбительно, когда им, наверное, все-таки они считали это все, да, и кто-то им напоминал, что да ну, что-то там утопил. Так, побегал в море и все, в годы войны-то, в таких условиях. На севере. Любой выход в годы войны подводной лодки – это уже подвиг. Потому что экипаж уходил, как с билетом в одну сторону, и не зная того, он вернется или не вернется. Замысел создателей этого мемориала несложно понять. Прославленный боевой корабль, единственная сохранившаяся подводная лодка типа «К» Северного флота составляет единое целое с берегом, которое она когда-то защищала. Это символизирует память, которую сохраняют нынешние российские моряки о подвигах советских подводников и ту связь, которая их объединяет. Мы уже почти собрались. С вами четвертый бонус-код. Осталось совсем чуть-чуть. И сейчас я вам покажу фильм про одну из самых знаменитых субмарин Второй мировой войны. Смотрим! Добро пожаловать на борт USS Scott в Кливленде, Огайо. Это одна из 77 построенных подводных лодок типа «ГАТО». Историю подводного флота Соединённых Штатов принято вести с подлодки «Холланд», которая вошла в состав ВМС в 1900 году. Газеты в то время писали о ней как о совершенном оружии, благодаря которому флот может добиться решающего превосходства в морских сражениях. Успешные действия германских подводных лодок в Первую мировую продемонстрировали высокую эффективность субмарин и в корне изменили войну на море. После войны Соединённые Штаты, опираясь на европейский опыт, стали проектировать и строить подводные лодки для действий в Атлантическом океане. Однако в 30-е годы США беспокоило усиление геополитического напряжения в другой части земного шара. Крейсерские подводные лодки были разработаны в 1930-х годах в основном для борьбы с японской угрозой в Тихом океане. До атомной эпохи подлодки были, по сути, надводными кораблями, которые могли ненадолго погружаться и перемещаться под водой на небольшие расстояния. Такие лодки находились на поверхности более 95% времени. В начале войны американские подлодки погружались очень медленно, но со временем, когда экипаж набирал достаточно опыта, крейсерская подлодка могла полностью погрузиться за 35 секунд. Все вниз! Погружение! Погружение! Ревун подаёт два сигнала. Сигнальщики прыгают вниз через люки и занимают позиции здесь, в центральном посту на носовых и кормовых рулях. Гидравлические привода открывают клапаны в верхней части балластных цистерн, и лодка получает дифферент 7 или 8 градусов на нос. Воздух уходит, цистерна заполняется водой через шпигаты в нижней части корпуса. И мы уходим под воду. Тактико-технические характеристики подводной лодки «Кот». Длина чуть более 95 метров. Ширина — 8,3 метра. Осадка средняя — 5,3 метра. Водоизмещение подводное — 2424 тонны. По конструктивному исполнению лодка относится к двухкорпусному типу, за исключением кормовой оконечности, которая имеет однокорпусную конструкцию. Максимальный диаметр прочного корпуса — почти 5 метров. Лодка разделена на 8 отсеков. Первый — носовой торпедный отсек. Второй — носовой аккумуляторный отсек. Третий — отсек центрального поста. Над ним располагается боевая рубка. Четвёртый — кормовой аккумуляторный отсек. Пятый — шестой — машинные отсеки. Седьмой — электромеханический отсек. Восьмой — кормовой торпедный отсек. Тип ГАТО — последний из так называемых лодок с тонким корпусом. Наш прочный корпус — малоуглеродистая сталь толщиной примерно 14,5 миллиметров. В качестве первичного источника энергии на Коде использовались 4 дизельных двигателя General Motors общей мощностью 6400 л.с. Американские подлодки времён Второй мировой войны были очень шумными. Дизели не зря называли камнедробилками. На поверхности они ужасно грохотали. Но как только подводная лодка погружается и переключается на электродвигатели, она становится невероятно тихой. Для движения лодка использовала 4 грибных электродвигателя General Electric суммарной мощностью 2740 л.с. В надводном положении электромоторы получали питание от дизель-генераторов, а в подводном — от двух групп аккумуляторных батарей по 126 элементов в каждый. Зарядка аккумуляторов производилась теми же дизель-генераторами в надводном положении. Максимальная скорость хода — в надводном положении 21 узел, в подводном — 9 узлов. Дальность плавания в надводном положении — 11 000 миль десятиузловым ходом. Автономность плавания — 75 суток. Глубина погружения рабочая — 90 метров. Но можно уйти глубже. Командир подводной лодки «Барб» Юджин Флаки рассказывал, что он просил моряков в носовом отсеке сообщать ему, когда начнёт вдавливать листы палубного настила. Он подсчитал, что корпус лодки будет достаточно прочным на сжатие обшивки вплоть до глубины 155 метров. Не все командиры были столь уверены в качестве постройки лодок, как он. Я считаю, что все подводники — герои. Но героями среди героев являются подводники, которые шли в бой на таких лодках с тонким корпусом. Обитаемость первой американской подлодки «Холланд», экипаж которой насчитывал шесть человек, была ужасной. На ранних субмаринах вероятность погибнуть от отравления ядовитыми газами, выделяемыми аккумуляторными батареями или детонацией боезапаса, была не меньше, чем от атаки вражеского корабля. Поэтому в ходе развития подводного кораблестроения созданию приемлемых условий для жизни и работы экипажа подводных лодок уделялось особое внимание. Но ровно до тех пор, пока это не начинает оказывать негативное влияние на боевые характеристики субмарины, которые, в свою очередь, были продиктованы её предназначением. Подводные лодки класса «ГАТА» разрабатывались для продолжительных походов в Тихом океане, и конструкторы старались обеспечить экипажу максимальный комфорт. Мы находимся в кормовом аккумуляторном отсеке. Американские подлодки были довольно роскошными по сравнению с лодками других флотов, к примеру, японскими или немецкими. У нас было огромное преимущество в виде системы кондиционирования воздуха на борту. Но не подумайте, что здесь было прохладно. Кондиционер был в основном нужен для защиты электронного оборудования. В оставшейся части отсека ребята собирались для общения и отдыха. Здесь они ели, учились, в общем, просто проводили время. Ведь на лодке больше и не было особо места для досуга. Нередко здесь также показывали фильмы. Тут было довольно тесно. Места хватало только для 24 человек. Так что с экипажем в 97 человек им приходилось довольно активно сменяться. Изначально каждый моряк на Коде имел индивидуальное спальное место, но с увеличением численности экипажа, связанного с установкой нового оборудования и вооружения, на подлодке были устроены дополнительные спальные места над стеллажами запасных торпед в носовом и кормовом торпедных отсеках. На войне бывают странные и забавные истории. Второй командир Кода, Кэдди Аткинс, был очень выдающимся и целеустремлённым командиром. Он отчаянно стремился, чтобы Код затопило как можно больше кораблей. И чтобы всегда быть готовым к действию, он попросил экипаж положить матрас в боевую рубку рядом с перископами. Командир ложился спать прямо там, чтобы ночью, столкнувшись с японскими судами, он мог немедленно встать на свой пост и руководить атакой. Однажды ночью, пока командир спал, был обнаружен конвой из трёх кораблей. Аткинс тут же встал и начал командовать атакой. И пока он определял расстояние и направление через перископ, остальные члены команды в рубке заметили, что он там совсем голый. А так как дело было в тропиках, даже при наличии кондиционера никому особо прохладнее не становилось. Поэтому он решил в тот раз спать без одежды. Кто-то сказал, что неплохо было бы предложить командиру что-то надеть. Так что моряки отправили стюарда, который принёс ему полосатую пижаму. Аткинс, не отрываясь от перископа, натянул пижамные штаны, а затем надел и застегнул рубаху, чтобы топить корабли при полном параде. Ну, тогда об этом никто не вспоминал. Вплоть до 1998 года, когда команда Кода собралась на свою первую встречу сослуживцев здесь, в Кливленде. На банкете присутствовал командир Аткинс, и команда вручила ему совершенно новую полосатую пижаму. Жёны матросов недоумённо переглядывались, не понимая, почему вдруг экипаж дарит своему командиру полосатую пижаму. И почему всем так от этого смешно, пока им всё не рассказали. Так что и сегодня, если вы остановитесь на Коде у каюты командира и заглянете внутрь, на его кровати будет лежать полосатая пижама, готовая к следующей атаке. Мы находимся в первом машинном отсеке. За мной вы можете видеть опреснительные установки, каждая способна выдавать до 3000 литров пресной воды в день. В этом помещении было очень жарко. Температура здесь могла достигать 50 градусов Цельсия, поэтому матросы сушили здесь одежду. Эти двигатели не вращают винты, они вращают генераторы. Шум здесь был невероятный, разговаривать было невозможно. Поэтому, чтобы управлять машинным отделением, использовались жесты, световые сигналы и звонки. ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ Все затихали. Глушилось всё. Оборудование, которое не было нужно, отключались вентиляторы, даже рулевой двигатель создавал шум, поэтому команда переходила на ручное управление. Так вот, без усилителя штурвал вращали трое. По одному. 10 или 12 оборотов — и всё. Сил нет — второй на смену, потом третий. А когда его пора менять, первый должен был успеть отдышаться и быть готов снова взяться за руль. Так что усилители руля — дело хорошее, если только не нужна абсолютная тишина. Главное преимущество подводной лодки перед другими кораблями — её скрытность. Из-за этого поначалу использование их в морской войне вызывало неоднозначную реакцию. Некоторые считали, что субмарина — это оружие труса, который честному открытому бою предпочитает подлые удары из-под тишка. Тем не менее, субмарины были слишком эффективным и грозным оружием, чтобы отказываться от его применения. Основное наступательное вооружение «Кода» было представлено десятью 533-мм торпедными аппаратами. Шесть из них располагались в носовом отсеке и четыре — в кормовом. Боезапас составлял 24 торпеды. На вооружении «Кода» в разное время состояли парогазовые торпеды Mark 14 с контактным и магнитным взрывателями, электрические торпеды Mark 18, парогазовые торпеды Mark 23. Перед нами торпеда Mark 14. В хвостовой части имеются винты противоположного вращения, четыре руля глубины и направления. Всё это контролируется гироскопом здесь — хвостовой части торпеды. Впереди у нас двигатель. Здесь смешиваются спирт, вода и воздух для создания пара, который разгоняет эту штуку до тридцати одного узла под водой. За ним — воздушный баллон с давлением воздуха 204 атмосферы. И впереди — главная часть торпеды — боевое отделение с 340 килограммами взрывчатки. В начале войны, когда торпеды оснащались магнитным взрывателем, они были очень неэффективны. У американской торпеды Mark 14 есть секретный магнитный взрыватель, который, к сожалению, мы недостаточно тщательно испытали. Так что торпеда входила в магнитное поле вражеского корабля и взрывалась слишком рано. Флоту потребовалось около двух лет, чтобы признать, что проблема была в торпедах, а затем выявить её и исправить. В итоге из этой торпеды сделали довольно хорошее оружие. В отличие от современных подлодок с досылателем, на подводной лодке Второй мировой всё делалось с помощью мышечной силы и талий — 1400 килограммов. Зарядить второй аппарат. Еще одной неприятной особенностью Mark 14 как парогазовой торпеды было то, что парогазовая смесь, приводящая в движение турбину, выбрасывалась наружу, и торпеда при движении оставляла за собой хвост из пузырьков. Когда стало понятно, что след от пузырьков — это тактический недостаток, и я имею в виду, что враг мог вычислить положение подводной лодки по следу пузырьков от торпед, мы приняли на вооружение электрическую торпеду Mark 18, по сути, копию немецкой электрической торпеды. Но эта торпеда была очень опасной. Мы были в северной части Формозского пролива. Очень напряженный был поход. Мы выпустили шесть из восьми кормовых торпед. У нас осталось две электрические торпеды. Тот, кто проводил штатную зарядку батареи, недостаточно внимательно проходил обучение. И в итоге допустил скопление газообразного водорода в корпусе торпеды. Под конец зарядки произошёл взрыв, из-за чего две торпедные аккумуляторные батареи вспыхнули, как сигнальные ракеты. Экипаже удалось погасить одну из горящих торпед, но кормовое торпедное отделение заполнилось густым чёрным дымом. Морякам пришлось покинуть отсек, потому что их пожарные маски начали забиваться тяжёлыми частицами от горящих корпусов торпедных аккумуляторов. В это время командир послал двух человек на палубу, чтобы открыть люки в торпедный отсек и провентилировать его от густого чёрного дыма. Но моряков смыло с палубы волной, и это всё ночью. Тем временем в отсек вернулась группа членов экипажа в автономных дыхательных аппаратах. Их задача — обзарядить торпедовый аппарат. При этом они полностью в чёрном дыму, ничего не видят, делают всё на ощупь, и понимают, что взрывчатка в боевом отделении уже начала плавиться. За несколько секунд до детонации боевого отделения они смогли зарядить аппарат и выпустить торпеду. Морская вода, конечно, потушила огонь, но ещё несколько секунд, и они, вероятно, потеряли бы подлодку. В то же время у тех подводников, которых смыло с палубы, свои проблемы. Один из них не умеет плавать. И, конечно, пока экипаж спасает лодку, командир приказывает всем, кто не на вахте, подняться наверх с фонарями и искать людей за бортом. И тут все, кто на палубе, понимают, что лодка светится, как новогодняя ёлка. И, конечно, через несколько минут на радаре появляется самолёт, идущий прямо на нас. К счастью, это оказался американский самолёт, но командир связался с пилотом всего за несколько секунд до того, как тот собирался сбросить на нас бомбу. Так что лодка чуть было не погибла во второй раз за 15-20 минут. Итак, проходит 7 часов этого бедствия, и пора погружаться, но тут мы видим одного из наших моряков. Вытаскиваем его на борт, а он нам рассказывает, что его товарищ не мог больше держаться. Они были 7 часов в воде, и он утонул. Так мы потеряли одного из членов нашей команды. Но это жизнь на подводной лодке во время Второй мировой войны. Несколько недель скуки, которые прерываются мгновениями чистого ужаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Подводная лодка «Кот» была спущена на воду 21 марта 1943 года. Она была последней лодкой типа «Гато», построенной на том стапеле. Как только она сошла на воду, на нём была заложена первая лодка нового типа «Балау». Таким образом, она впитала все самые актуальные боевые уроки. Кот прибыла на Тихоокеанский театр военных действий осенью 1943 года, в разгар сражений за остров Гугенвиль и Новую Гвинею. Союзники теснили японские войска, стремясь выйти на подступы к Филиппинам. Японцы, в свою очередь, пытались обеспечить свои гарнизоны всем необходимым, отправляя транспортные конвои к осаждённым островам. Это 127-мм палубная артиллерийская установка Mark 40, стандартная для подлодок США во Второй мировой. К концу войны их жаждал каждый командир. Вначале же использовались гораздо менее эффективные и неудобные 102-мм пушки. Mark 40 стали отличной заменой. Ближе к концу войны мы имели дело с небольшими судами противника, и эти субмарины фактически стали канонерскими лодками. Они всплывали и вместо торпед использовали палубные орудия. Приятная особенность — не приходилось ждать, пока из ствола вытечет вся вода. Просто заряжаешь снаряды и начинаешь стрелять. Артиллерийское вооружение. Установка Mark 40. Калибр 127 мм. Дальность стрельбы — 13 000 метров. Скорострельность — до 20 выстрелов в минуту. Два зенитных орудия Boffors калибра 40 мм. Пулемёты Browning M2 калибр 12,7 мм. Боекомплект американской крейсерской подводной лодки включает не менее 200 снарядов главного калибра и 440-мм боеприпасов, а также несколько тысяч патронов калибра 12,7 мм. Это был настоящий плавучий арсенал. Но каким бы сильным не было вооружение субмарины, для успешных действий этого недостаточно. Важно иметь на борту необходимые средства для обнаружения противника. И желательно, чтобы они также были разнообразными, как и оружие. Мы находимся в боевой рубке «Кода». Это прочный отсек, расположенный над главным прочным корпусом. Его диаметр около 2,5 метров и длина чуть более 5 метров. Именно отсюда командир и торпедный расчёт управляли атакой. При атаке из подводного положения седа набивалось до 11 человек. Здесь находятся радары, гидролокатор, вычислитель данных автомата торпедной стрельбы, основное рулевое управление и два перископа. Американский автомат торпедной стрельбы TDC во Второй мировой войне был настоящим чудом техники. Его аналоговый электромеханический вычислитель решал тригонометрические уравнения в реальном времени, без микрочипов или микропроцессоров. Торпедная стрельба из подводного положения довольно непростая. Задача со множеством переменных. Представьте, что вам с 30 метров, стоя на роликах, надо попасть с бильярдным кием в раскачивающееся бревно. При этом посмотреть на цель вы можете два-три раза одним глазом. Поэтому в разных странах разрабатывались счётно-решающие приборы, призванные облегчить управление торпедной стрельбой. Во время Второй мировой дальше всех в этом вопросе продвинулись Соединённые Штаты. Американский автомат не ориентируется на время. Поэтому если горит индикатор верного огневого решения, и вы ввели верные данные, то торпеды встретятся с целью. Торпедные автоматы немцев, японцев и британцев говорили «стреляй сейчас». Пустите торпеды слишком рано или поздно, и вы промахнётесь. Конструктивно TDC Mark IV состоял из трёх электромеханически связанных блоков, данные в которые вводились как в ручном, так и в автоматическом режиме. В приёмник автоматически считывались с гирокомпаса и гидродинамического лага данные о курсе и скорости подводной лодки. Вводилась информация о курсе, скорости и дистанции до цели, полученной при помощи перископа, сонара и радара. Каждые 15-20 минут она корректировалась. TDC производил вычисления, определяя положение цели и автоматически передавал на гироскоп, находившийся в аппарате торпеды, установки для стрельбы, чтобы она поразила цель вне зависимости от положения лодки. Благодаря компьютеру можно было постоянно предсказывать положение цели даже во время маневрирования лодки, вести огонь в условиях ограниченной видимости и ночью. Давайте включим его и начнём интегрировать данные. То, что вы сейчас слышите, это компьютер 1944 года, принимающий и обрабатывающий данные, которые мы в него заложили. Установив ожидаемый курс и скорость цели, мы можем подождать 5 минут. Затем поднимаем перископ, и если мы увидим цель в перекрестии, то наши данные верны. Если цель ещё не достигла или уже прошла мимо перископа, значит, данные нужно уточнить, возможно, цель идёт быстрее или медленнее. Раз у нас есть верное огневое решение, давайте начинать пуск торпед. У нас есть две панели для стрельбы с кнопками пуска для носового и кормового торпедных аппаратов. Командир скажет «Второй ТОВС!» Так что мы переведём аппарат номер два в режим ожидания. Загорится лампочка включения сервомоторов, вращающих выдвижные шпиндели, и это значит, что находящаяся в аппарате торпеда механически программируется. Когда будет установлен правильный угол гироскопа, шпиндели выйдут, и эта лампочка погаснет, а это загорится, сказав нам, что аппарат номер два готов к стрельбе. Затем я дождусь команды «Второй ПЛИ» и нажму эту кнопку. Компьютер указал нам время хода торпед до цели, поэтому мы подождём. Можем воспользоваться секундомером, чтобы отслеживать время, и, надеюсь, услышим большой взрыв, и, подняв перископ, увидим тонущий корабль. Более совершенные средства обнаружения и управления торпедной стрельбой вкупе со слабой противолодочной обороной со стороны противника дали свои результаты. Американские субмарины во время войны на Тихом океане потопили около 75% японского торгового флота. Ценой тому стали потери 17% подлодок, то есть не возвращалось с задания почти каждое пятое. Для сравнения, потери немецких подводных лодок в Атлантике составили более 75%, и это всё лишь для того, чтобы потопить 1% от союзного торгового флота. Подлодки типа «ГАТА» находились в гуще сражений с самого начала. Опять же, они были самыми крупными и наиболее боеспособными лодками в то время. Им поручали самые сложные миссии. 10 мая 1944 года Кот участвовала в своём самом крупном бою. Она была последней подлодкой, которая могла атаковать конвой из 35 японских кораблей, шедший с подкреплениями для японского гарнизона в Маниле. Всю ночь лодка преследовала конвой и пыталась пройти незамеченной через завесу кораблей противолодочной обороны. На рассвете субмарине наконец удаётся прорваться через внешнее кольцо к конвою и выпустить по транспортам все шесть торпед из носовых аппаратов. Гидроакустик слышит позади шум винтов на больших оборотах. Командир поворачивает перископ в корму и видит японский эсминец «Кару Кайя», меньше, чем в 300 метрах позади нас. Он переключает перископ на большее увеличение и понимает, что с мостикой эсминца показывают на его перископ. Поэтому он быстро выпускает три торпеды из кормовых аппаратов. Две из них попадают в «Кару Кайя» посередине корпуса, и корабль разламывается пополам. Но рано праздновать победу. В этот момент японский гидроплан сбрасывает дымовой буй прямо у перископа, и лодке приходится уйти на глубину. Субмарина самым полным ходом удаляется от места атаки. Мы уходим очень быстро, но в то место прилетают сотни глубинных бомб за несколько минут. Они начинают взрываться, как лента петард. Транспорты настолько близко к гавани, что могут безопасно в неё уйти. И все эскортные эсминцы направляются на охоту за нашей лодкой. Командир Кода сбрасывает скорость до бесшумной, а это два или три узла, и уклоняется от обнаружения гидролокаторов. Весь день лодка маневрирует, разворачиваясь носом или кормой по направлению к сигналам вражеского сонара, чтобы стать для него как можно меньшей целью. К вечеру, когда батареи почти выработаны, наш гидроакустик слышит шум воды на поверхности океана в нескольких милях от нас. Командир говорит, может быть, это дождевой шквал, так что идём туда. Поднимает перископ и понимает, что это сильный ливень. Так что кот всплывает на поверхность и быстро уходит под завесой дождя. Такая вот типичная атака для американской подводной лодки. Подводные лодки класса «Гата», к славному числу которых относится и кот, стали, пожалуй, самыми знаменитыми американскими субмаринами Второй мировой. «Флэшер» была одной из самых успешных подводных лодок США, на счету которой свыше 100 тысяч тонн потопленного тоннажа. «Кавала» пустила на дно японский авианосец Сёкаку, участвовавший в атаке Пёрл-Харбора. «Уаху» в одиночку уничтожила целый конвой, состоящий из четырёх судов у берегов Новой Гвинеи, а в 1943 году стала одной из первых американских подводных лодок, прорвавшихся в Японское море. Субмарина «Финбэк» спасла потерпевшего крушение пилота Джорджа Буша, будущего президента США. А моряки с подводной лодки «Барб», высадившись на южном берегу тогда ещё Японского Сахалина, заминировали железную дорогу и взорвали проходящий по ней поезд. Под конец войны нас отправляли на охоту за джонками, потому что японских целей становилось меньше и встречались они реже. Лодка несла службу в юго-западной части Тихого океана, поэтому мы базировались в Австралии. Наша миссия заключалась в том, чтобы перехватывать японские суда с каучуком, металлом и нефтью, следовавшие из Южно-Китайского моря, из Малайзии и Филиппин. Мы участвовали в операции по блокаде Филиппин до нашего вторжения туда и их освобождения. Итак, в конце войны, во время последнего похода, мы потопили порядка 26 джонок. Мы очень гордимся тем фактом, что в последнем боевом походе, когда мы топили джонки, нам выпала миссия по спасению экипажа голландской подводной лодки О-19. У голландцев был очень небольшой, но эффективный подводный флот, сражавшийся бок о бок с союзниками. К сожалению, голландская О-19 посреди ночи напоролась на Коралловый риф, а Кот, не будучи в силах её оттуда снять, приняла на борт 55 голландских моряков, уничтожила застрявшую подводную лодку и через три дня высадила команду на Филиппинах, которые только что освободили. Когда Кот вернулась в базу в конце месяца, голландцы встретили экипаж лодки словами «Завтра вечером мы устраиваем вечеринку в благодарность за спасение наших жизней». Во время той вечеринки стало известно, что война окончена, так что праздник получился поистине грандиозным. Вот почему сегодня наша лодка украшает бокал мартини под названием О-19 во знаменовании единственного в истории международного спасения подлодки под лодкой и той памятной вечеринки. В последний день лета 45-го Кот отправилась с войны домой. После капитального ремонта лодку перевели в резерв, но в 1951 году вновь ввели в строй. Субмарина несла службу в Карибском море и у берегов Южной Америки на протяжении последующих трёх лет, после чего её окончательно вывели в резерв и в 1971 году исключили из списков флота. Спустя пять лет жители Кливленда, неравнодушные к судьбе подводной лодки, взяли её под опеку и превратили в музей. В 1986 году Кот стала национальным историческим памятником. Мы очень гордимся Котом, ведь это яркий представитель американской крейсерской подводной лодки Второй мировой войны. Это единственная подлодка тех времён, чей корпус, машины, механизмы и оборудование сохранились практически в оригинальном состоянии. Мы смогли установить утраченные палубные орудия и воссоздать условия жизни экипажа. На наш взгляд, это лучшее из восстановленных крейсерских подлодок, поэтому посещение Кота — это своеобразное путешествие во времени. Субтитры создавал DimaTorzok Как и обещали, финальная часть бонус-кода. И на всякий случай покажу вам его целиком. Киномарафон подошёл к концу. От всей команды и от себя лично хочу поздравить вас, дорогие командиры, с нашим общим праздником. Ура! Полный вперёд к новым победам! Ждём вас всех на праздничном стриме завтра — 17 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok